Добрый вечер, дорогие телезрители! 19.15, понедельник, вы смотрите в эфире Национального телевидения программу «Один из нас», которую веду я, журналист Дмитрий Аргунов. Сегодня один из нас озаботится мусорным вопросом, вернее, тем фактом, что уже 1 января 2019 года вступят в силу новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом поподробнее сведущие очень компетентные люди в нашей программе «Один из нас». Смотрим. Ну, скажем так, население у нас такое, что его не удивить какими-либо фактами в плане того, что вводятся новые правила. А вот теперь будем рассынивать не как было, а по-другому и так далее, и так далее. То есть, наверное, не привыкать. Республика у нас территориально очень большая, и в связи с этим есть определенные вопросы по налаживанию того процесса, который продиктован, скажем так, федеральным центром. С 1 января должны вступить в силу новые, назовем это новые правила обращения с мусором. Так более доходчиво для населения звучит. От министерства ЖКХ. Давайте вот, все-таки мы сегодня обозначаем, что нового, что изменится, по каким принципам теперь население будет оплачивать, скажем так, услуги по вывозу и утилизации мусора и так далее. То есть, не отходя пока какие-то, тем более, что у нас пока тариф еще не утвержден. Поэтому, наверное, последуют еще и другие программы. Сегодня мы говорим, что же нового. Давайте, Виктор Дмитриевич. Да, действительно, на федеральном уровне принят в свое время федеральный закон, кардинально меняющий систему обращения с отходами. Основной закон вышел в 2014 году. Предполагалось, что с конца 2016 года уже новая система должна была заработать. Но по ряду причин, в основном это неготовность субъектов, был принят новый закон. Соответственно, этот срок передвинулся на 1 января 2019 года. Сегодня этот срок окончательный. Ну, федеральный центр, он не планирует менять, да, еще давать там просрочку и так далее. Соответственно, на сегодня у нас задача с 1 января 2019 года внедрить, как вы сказали, новые правила, но оно звучит как новая система обращения с юрдикой. Что поменяется, да, поменяется в первую очередь эта услуга сама. Она сейчас относится к жилищной услуге, она перейдет в коммунальную, соответственно, будет регулироваться по правилам оказания коммунальных услуг. Да, наряду с электроэнергией, с водой и так далее. Будет тарифицироваться. Да, будет тарифицироваться. Потом второе, это, как сказать, ответственность, да. Соответственно, конкретно к республике Саха-Якутия у нас разделены зоны. Пять зон деятельности рекоператоров. Соответственно, в каждой зоне имеется свой рекоператор, он несет ответственность за обращение с отходами. То есть мы уходим от несанкционированных свалок, потому что на сегодня это, ну, большая проблема. Транспортные компании вывозят, например, жилых домов и иногда не довозят до свалок, полигонов и так далее. То есть ответственность будет отвечать одно предприятие. Потом у нас вторая, ну, следующая проблема, это отсутствие инфраструктуры, да. Изначально, вот, как жилищная услуга, она не предусматривает развитие системы. То есть не предусматривает строительство полигонов и так далее. В существующих услугах предусматривается только оплата, грубо говоря, расходов на сборы и транспортирование. То есть вывоз и в самом лучшем случае это транспортировка до свалки, да. Новая система, она предусматривает развитие. То есть упорядочивает транспортирование, потом предусматривает, ну, создание новых полигонов, да. А также предусматривает обработку отходов. Понятие обработки... Переработку даже. Нет, обработку. Обработку, да. Да, есть такое понятие обработка. Простыми словами это сортировка отходов. То есть извлечение полезных фракций из тех отходов, твердых коммунальных отходов, да, которые образуются. Со следующего года уже включается запрет на захоронение металла, там, ртутсодержащих отходов. А потом этот перечень расширяется. То есть в 2020 году у нас уже будет запрет на захоронение стекла, макулатуры, резины, там и так далее. То есть с каждым годом этот запрет расширяется, соответственно, мы должны извлекать и направлять его на вторичную переработку. Ой, да как будто вот на полигонах стоят прямо специально отведенные роботы, и там сортируют прямо вот резина, вот бумага, вот стекло, вот консервной банки. Ну, де-факто же это очень как бы фантастически звучит, на самом деле. То, что на полигонах, ну, не знаю, сейчас 18-й год, и, по крайней мере, определенная доля скепсиса в этом, то, что переработки. Если мусор изначально самими жителями не будет, скажем так, сепарироваться, да, то, я не знаю, попробуйте. Ну, как сказать, да, звучит как фантастика, да, но на самом деле вот в центральных регионах такие сортировочные станции уже работают, да. Не говоря уже об Европе, да, уже давно в 80-х годах, уже там кардинально приняли вот аналогичные законы и уже перешли на новую систему, да. То есть отходы образователей, то есть мы, население, юридические лица, все несут ответственность за те отходы, которые образуют. Соответственно, платят и отвечают за то, чтобы этот отход в последующем утилизировался нужным способом, да. Потом этот, если переходить о сортировке, да, Вячеслав, наверное, этот, Аян, Аян Вячеслав расскажет, да, что какие планы по городу Якутску по центральной зоне, да, более подробно. Но в следующем году мы по заявке Минприроды России получили возможность финансировать сортировочную станцию поселка Нижний Бестях. Проектно-сметная документация на сегодня разрабатывается и вот в декабре планируем завершить. И с 2019 года профинансировать небольшой объект под мощность Нижнего Бестяха и прилегающих населенных пунктов. И, ну, попробовать первую сортировочную станцию Нижнего Бестяка. Для последующей переработки, скажем так, на тех предприятиях, которые расположены по линии железной дороги, да? Да, там принцип простой. На сегодня у нас переработки нету с использованием вторичной фракции, да. У нас в основном все это вывозится. У нас есть вот в городе Якутске предприятие, которое, ну, занимается вот извлечением полезных фракций уже на стадии сбора, да. То есть отдельные контейнеры на площадке для пластика, там отдельные договора с юридическими лицами по сбору картона, например, да. И все они вывозят за пределы республики. Это Хабаровск, Иркутск и так далее. Татьяна Спартаковна, вот в связи с тем, что представители Минжикаха вот очень большой акцент сделали именно на полигонах, на вот этих, каковы все-таки, каково положение вещей в плане, ну, я не говорю про сертификацию полигонов, да, я говорю просто учет и так далее. Вот несанкционированные и санкционированные, скажем так. Там, где санкционировано, можно, значит, вываливать мусор, там, где не санкционировано, это уже вплоть до каких-то мер ответственности, да. Давайте, вот каково состояние сейчас полигоны? Ну, получается, что все вот эти свалки, которые сегодня существуют в республике Саха-Якути, это свалки, которые были образованы начиная с 60-х, 70-х, ну, уже полвека они существуют. Вот, и все, весь мусор туда складывали и продолжают складывать. Но мы их называем все равно санкционированы, поскольку они разрешены каким-то образом органами государственной власти. Еще в советский период выделялись земельные участки, какие-то были разрешительные документы, акты ввода в эксплуатацию и так далее. Потом они, эти же свалки, были переданы органам местного самоуправления, когда они образовались, потом заниматься стали органами местного самоуправления. Вот, но сегодня есть законодательные акты, нормативные акты Министерства природы России о том, что необходимо эти свалки переоборудовать и именно в соответствии с законодательством вводить или внести на учет в ГРОРО, Государственный реестр объектов размещения отходов. Но по территориальной схеме, которая утверждена приказами Министерства жилищного и коммунального хозяйства, эти свалки должны быть переоборудованы, но не всем возможно, поскольку все упирается в финансы. И финансы и самой республики, бюджет республики должен все это на себя взять, и бюджет финансы, скажем, региональных операторов, которые должны заниматься этими свалками. Сегодня получается, что законными являются только 7 объектов размещения отходов, твердых коммунальных отходов. Они в основном расположены в городах Нерюнгри, Мирный, Айхал, Чернышевский. И 10 еще дополнительно полигонов твердых коммунальных отходов, которые принадлежат промышленным предприятиям, но и которые, возможно, еще принимают и от населения. Но мы говорим твердые коммунальные отходы, но раньше они назывались твердые бытовые отходы. И есть понятие федеральный классификационный каталог отходов. И принимаются все отходы сейчас по этому коду. То есть присваивается код, и, соответственно, когда включаются эти полигоны на учет в ГРОРО, то все эти коды, которые образуются в населенных пунктах, которые складываются на эти объекты размещения отходов, они все проходят таким образом. Ну, в общем, идет инвентаризация. Сегодня их достаточно мало. Получается 17 и 473 еще не включенные в республики Саха-Якутия. Но на самом деле, по сравнению с другими регионами, еще положение более-менее, так скажем. Даже так? Даже так. В России, скажем, в Российской Федерации на всей территории эта проблема есть, существует. Но сегодня не сколько проблема в самих полигонах, сколько проблема утилизации отходов. Если раньше мы все время их захоранивали, размещали на этих полигонах, свалках, теперь же стоит именно политика такая, чтобы утилизировать эти отходы. Поэтому принято соответствующее постановление, распоряжение правительства, перечень отходов, которые сейчас нельзя захоранивать, из которых можно извлекать полезные фракции, которые сказали. Можно я уточню? Утилизация, это некоторые, ну, путают, да, в терминах. Утилизация, это вторичная переработка, по-простому. А не захоронение захоронение. Да, некоторые понимают утилизацию как захоронение. Нет, утилизация в бытовом понимании была то, что именно уничтожение, да, раньше. А сейчас утилизация, это извлечение именно полезного материала, сырья для вторичного использования, получается. Вот, поэтому сейчас именно политика в сторону утилизации пошла. Поэтому вначале раздельный сбор, сбор отходов, а это начинается с каждого двора, с каждого человека, который выносит мусор. И вот этот весь порядок должны сейчас определить. Давайте сразу после рекламной паузы, которая неизбежна на канале НВК, мы вернемся к теме мусора. Мы продолжаем программу «Один из нас». Один из нас интересуется теми правилами, теми, то есть системой, скажем, обращения с отходами, которая вступит в силу 1 января 2019 года. И представитель Росприроднадзора очень хорошо сказал, что один из основных принципов, вернее, изменений, да, это экология начнется с каждого из нас. То есть как мы будем обращаться сами первично с отходами, так в дальнейшем ей и зайдет. Ну, вообще-то, насчет экологии, каждый, конечно, будет говорить, мы за экологию, там выходить куда-то там с транспарантами, там нет дешевого бензина и всему прочему и так далее. Но на самом деле экология, я думаю, это и отсутствие задымленного неба в столице нашей республики. Экология это и, скажем так, отсутствие того амбре, когда проезжая или находясь, проживая, что самое главное, непосредственно близости от существующего полигона, мы получаем вот эти все прелести, скажем так, урбанизированной жизни. И представитель центрального оригинального оператора у нас, заместитель директора ООО Якутской экосистемы Айян Кириллин. Давайте мы... Экосети. Экосети, да. Давайте мы немножко о том планов громадил, которые существуют в вашем предприятии. Да, действительно, в мае текущего года по итогам конкурса наше предприятие выбран оригинальным оператором по центральной зоне деятельности, да, в соответствии с заключенным соглашением оригинального оператора возлагается сбор, транспортирование, захоронение, обработка и утилизация твердых коммунальных отходов. То есть оригинальный оператор в своей зоне деятельности отвечает за весь цикл обращений с твердыми коммунальными отходами, да. В части полигона по городу Якутску, как мы все знаем, оно у нас работает с 1967 года и уже не отвечает тем требованиям, которые в настоящий момент перед нами ставит федеральное законодательство, да. В целях улучшения данной ситуации между окружной администрацией города Якутска и нашим предприятием подписано конституционное соглашение, в соответствии с этим соглашением мы обязаны построить объект по размещению отходов на 26-м километре, да, Филипского тракта и мусоросортировочный завод. В настоящий момент по объекту размещения отходов у нас идет стадия проектирования. Мы планируем проект закончить 1 июня 2019 года и сразу же приступить к строительству объекта. То есть в июне уже будет, скажем так, пройдена вся документация по новому полигону, который будет размещаться на 26-м километре. Уже в два раза, скажем, перенесено от столицы, скажем так, новый стратегический объект. Это стратегический. Я не побоюсь этого слова, потому что, ну, сколько сейчас примерно говорят население якутска? Ну, 300-400, да, с учетом резиновых всех вот этих миграций и так далее, и так далее. 400 тысяч. 400 тысяч населения сколько может производить вот это уже, мы вернемся еще, сколько может производить отходов, да? Да, огромное количество. Огромное количество, которое пока что не классифицируемо, вернее, не сортируемо вывозится вот на существующий полигон, и летом, скажем, естественные процессы, они либо заставляют его гореть, либо, скажем так, разлагаться. Еще одно. Есть тонкости, да, в работе региональных операторов. Региональный оператор, он имеет право работать только с твердыми коммунальными отходами. Вот здесь вот, вот эти градации. У нас половина города, извиняюсь, частный сектор, да, половина деревяшки. Ну, грубо говоря, не половина, скажем так, в ходе выполнения программ по ветхому жилью и так далее, эти цифры не укоснится. Но остаются те зоны ответственности, которые, ну, грубо говоря, наледи и все прочее и так далее. Вот как быть в этом случае? В части СЖС, да? Вот в настоящий момент те люди, которые проживают в СЖС, они, по сути, не оплачивают. Да вообще нет. Да, вот, ну, у городской администрации были несколько экспериментов, да, там, в части Мархи, там и так далее. Но, насколько я знаю, они особого результата не дали. А введением нового федерального окона законодательство их обязывает уже оплачивать, да, и мы будем обязаны организовать сбор в частном жилфонде в соответствии с территориальной схемой. Ну, это, то есть, этот, мешковой сбор или там, позвонковый. Ага. В части мерзлых бытовых отходов в соответствии с федеральным законом, они, как вы сказали, не входят в твердые коммунальные отходы. Но специфика нашего региона такова, что, ну, имеем то, что имеем, да. Поэтому, вот, совместно с уполномоченными органами мы данный вопрос отрабатываем, ну, и совместно с окружной администрацией, да. Ну, пока еще мы к единому мнению не пришли, но это еще пока обсуждаем. Но статус-кво такой, что мерзлые бытовые отходы... Я могу дополнить, да? Я дополню мысль. Мерзлые бытовые отходы пока не являются субъектом деятельности регионального оператора, а это головная боль муниципалитета. Пока. Ну, пока, да. Потому что, вот, у нас есть разъяснение Минстроя России, да, уполномоченного органа в сфере госполитетии ЖКХ на федеральном уровне, да. Соответственно, они описывают эту ситуацию, как это жидкие бытовые отходы в мерзлом состоянии. То есть, соответственно... Они даже не были твердыми, да? Да. Соответственно, если у нас речь идет о том, что вот в один контейнер, в один ящик, да, выливаются жидкие бытовые отходы, плюс еще и твердые коммунальные отходы, то их нужно сейчас разделять. То есть, отдельные площадки под твердые коммунальные отходы, а то, что вот жидкие бытовые отходы в зимнее время вывозятся в мерзлом виде, то это нужно организовывать отдельно. Ну, работа на самом деле адская. Да, совершенно верно. Я не завидую, скажем так, если в ходе определенных решений на вас взвалится вот это. То есть, пришли благородные идеи, там, переработать вторичные фракции нашего мусора и так далее, и тут бац, по голове чупа-чупся. Согласны? Ну, может быть, такое. Да. Ситуация по северам. Это центральный регион, это центральная зона, вернее, это еще более-менее, скажем так, благополучный. То есть, есть определенная, пусть небольшая инфраструктура, есть определенные, скажем так, мощности. По северам. У нас ситуация сложилась такая, Виктор Дмитриевич не даст соврать, что там не было подано ни одной заявки. Да, мы конкурсный отбор по северной зоне, а это 13 северных арктических районов, мы объявляли 4 раза, начиная вот с 17-го года. Да, соответственно, ни одной заявки нету. Ну, это как бы, ну, экономики нету, да, там 7% населения проживает, небольшая территория. Соответственно, заявок не было, но из-за того, что нам необходимо внедрить новую систему на всей территории, и с учетом того, что у нас самое большое крупное предприятие в сфере ЖКХ, ГУП, личное коммунальное хозяйство, осуществляет деятельность и практически на всей северной территории, да, было принято решение, что функцией рекоператора будет заниматься ГУП ЖКХ. Алексей, тогда, получается, вас буквально кинули на амбразуру, да, то есть прикрывать весь север, всю огромную вот эту территорию, будет ГУП ЖКХ. Да, ну, не то, что кинули на амбразуру, а наше предприятие осуществляет деятельность в 12 северных арктических улусах. Да, ну, как выше вы отметили, то, что инфраструктура, конечно, не сравнена с центральной зоной, и данные, ну, объекты размещения отходов, они уже исчерпали свою, они уже вот, 50 лет уже накапливаются, то есть надо будет привести порядок именно вот эти вот полигоны, то есть рекультивацию надо будет провести, и самая главная проблема является вот вынесение в государственный реестр. Ага, и с этого все проблемы и вытекают, и мы не можем, то есть лимита посчитать, ну, то есть проекты сделать, проект образования отходов и лимитов их размещения мы никак не сможем посчитать в связи с отсутствием полигонов. Ну, плюс я вижу в том, что, вот как Виктор Дмитриевич сказал, это низкая плотность населения, да, то есть низкая плотность населения, ну, соответственно, применительно же, наверное, какие-то коэффициенты. Оно в одно же время минусом обходит, потому что экономика есть, где большое количество населения, например, город, да, то есть небольшая территория, большое количество объема отходов образования, соответственно, уходит некая, ну, положительная экономика, да, уходит. А по северу оно, как бы, ну, все плачевно, но тем не менее мы должны создавать систему независимо от всей территории, да. Параллельно мы перед федеральным центром ставим постановочные вопросы, то, что вот, ну, в Арктике, вообще в целом в Арктике Российской Федерации вот этот закон внедрять сложно, да. То есть мы параллельно работаем и реализовываем закон, то есть исполняем федеральный закон, да, потому что не исполнять мы не можем. Соответственно, параллельно ставим перед законодателями, перед отраслевыми министерствами о том, что вот из-за особенностей территории, это Дальнего Востока, плюс еще Арктика, да, сложности есть в создании этой системы. А разве возможно дробить регион, скажем так, территориально? Ну, можно некий срок пролонгации, вот, включение вот, начало реализации системы можно сделать. Вот мы такие предложения направляем, но пока все на стадии распространения. А как другие регионы арктические присоединяются к вам или не присоединяются? Ну, присоединяются, но в одно время они вот реализацию, например, этот, ну, господдержку предусматривали иногда некоторые, да, некоторые этот, сами инфраструктуру будут финансировать. Ну, определенные проблемы есть, но все они одинакового мнения. То есть в Арктике нужно сначала создать инфраструктуру, а потом нужно реализовать. Потому что Арктика – это особенный регион. То есть если даже мы, как сказать, отсутствие ПСД, да, проекта с методом документации, для того, чтобы включить государственный реестр, его нет. Даже если мы найдем, как сказать, деньги на проектирование, сделаем, да, там некуда построить, потому что там тундра, то есть основание, земля не позволит обустроить полигон, ну, должным образом, да. Если даже мы найдем такую территорию, соответственно, нам нужно строить дороги. Потому что есть такие правила, авиационные правила, да, размещения полигонов в отдалении населенных пунктов от аэропортов или авиаплощадок более чем на 15 километров. То есть, сами понимаете, да, на севере 15 километров расстояние – это какая территория может быть. То есть вот очень большие проблемы есть, но тем не менее вот… Ну, тем не менее, я вижу, что предлагаются определенные меры по решению вот этого вопроса, и дальше в мусорный вопрос мы продолжим в третьем блоке нашей программы, в которой, кстати, мы не затронулись самого главного. Вот в третьем блоке, надеюсь, мы, Марина Владимировна, вернемся к той главной составляющей, насколько ощутимо будет для населения внедрение новой системы обращения с отходами. Третья часть. Программа «Один из нас» сегодня озабочена мусорным вопросом. Как жители частного сектора, дополню тут ремарочкой, то, что ЕЖИС пока размещает мусор так. Собирает мешки, грузит машину свою, и в ближайшей, скажем так, к санитарной точке просто вот этот мусор высыпает. То есть, фактически, грубо говоря, ЕЖИС, он, как бы сказать, сидит на халяву. Ну, там, если большой какой-то там куски пенопласта, ветки старые и так далее, то он вызовет на хозяина раз в год самосвал, заплатит 3,5 тысячи, вывезет то, что реально не нужно. Ну, на этом все. А вот то, что ежедневные, которые образуются, ну, мешочки и до ближайшей урны, грубо говоря. Так, пока так, де-факто, и я другого пока не вижу. То, что в одночасье сознание людей может поменяться, да, и все начнут там, как в американских фильмах, там, выставлять, тем более, раздельные вот эти баки, и складывают, кто бутылки туда, там, и так далее, кто бумажки. Еще раз говорю, это из области пока фантастики. Но, прежде всего, мы должны поменяться сами. Еще раз. Насколько вот для людей, ну, я не говорю ударит, насколько изменится в части вот тех, ну, привыкли платить кварплату, где там указано и дворник, там, и так далее, и так далее. Сейчас что изменится? Ну, давайте вот по грядущему новому тарифу, каков будет принцип формирования нового тарифа, вот представитель Госкомцен Республики. Ну, на сегодняшний день, как уже неоднократно мои коллеги тут говорили, сегодня будет тариф формироваться от сбора до захоронения или утилизации, как сегодня это называется, да, вот, будет весь цикл. Поэтому на сегодняшний день самое основное, это, конечно, определиться с объемными показателями. Поэтому мы говорим о том, что сегодня мы сказать конкретно, какой тариф будет, мы не сможем, но как он будет формироваться и что будет нового, конечно, я попытаюсь сказать. Самое главное, что сегодня эта жилищная услуга, она перейдет в коммунальную услугу. То есть сегодня все люди платят с квадратного метра, будут платить с одного человека за кубический метр. Вот, поэтому вот это будет кардинально изменено. Как у нас будет формироваться тариф, то, как я уже сказала, тариф будет формироваться, это транспортная услуга, это захоронение, плюс определенные налоги, он будет складочный и будет утверждаться для единого оператора. Внутри у нас есть операторы. Операторы это транспортировщики, это у нас те, которые занимаются свалками. То есть операторы по содержанию свалок. Вот эти тарифы тоже... Прошу прощения, коллеги, а на текущий момент кто вообще содержит свалки? Содержит свалки на сегодняшний день это регулируемая позиция. То есть вот в том тарифе, который у вас в квитанции пока есть, там есть транспортировка, которая сегодня конкурентная, она так и останется конкурентной. И есть тариф на захоронение. Сегодня этот тариф регулируется, и он регулируется уже давным-давно, регулируется нами. Мы этот тариф утверждаем. Поэтому тот тариф, который сегодня действует, вот транспортировка плюс захоронение, Он также переходит в этот тариф, но транспортная услуга как была, так и остается конкурентной, потому что это конкурентная среда, и все региональные операторы обязаны пройти торги. И после прохождения этих торгов они к нам заявятся на утверждение тарифа. Свалки, которые мы регулировали, мы и будем продолжать регулировать. То есть вот это вот в том тарифе, который сейчас сидит на квадратный метр, вот эти свалки как регулировались, так и будут регулироваться. Они просто перейдут в разряд оператора. То есть у регионального оператора будут заключаться договора с операторами на основании... С перевозчиками. Ну, перевозчики это тоже операторы, но это конкурсная, здесь твердая цена. И в этой твердой цене, если раньше у нас в этой твердой цене не было определенных налогов, то есть у нас есть за негативное воздействие на окружающую среду, то есть с 1 января у нас еще появится налог на окружающую среду, да, вот это вот воздействие. Ох ты ж, серьезно? Да, серьезно. И поэтому Минприроды будет того оператора, который будет захоронять на своем полигоне те компоненты, которые не положены под захоронение, он, естественно, будет наказывать и будет этот оператор платить. Но за это люди платить не будут, то есть вот он будет платить только за тот груз, ну, за тот мусор, который он положен по законодательству, да, а сверх этого он будет платить так называемую пятикратку, которую люди вообще не будут платить. Люди платить будут вот за тот коммунальный отход, который они будут складывать, складировать. Вот это новшество у нас появилось. Помимо этого сейчас на законодательном уровне есть проблемные вопросы, которые, к сожалению, у нас законодатель каждые две недели меняет законодательство. Поэтому сейчас возникает вопрос по содержанию контейнерных площадок, да. То есть мы же говорим, что это начнется с отсюда и закончится здесь, да. Вот, поэтому вот это содержание контейнерных площадок, конечно, он сядет к оператору. Сегодня это сидит тоже как жилищная услуга, и это управляющие компании содержат эти контейнера. Для того, чтобы вот эти вот контейнерные площадки могли делать и вот эти контейнеры, которые у нас стоят на каждом участке, да, возле многоквартирных домов, вы видите, есть пять контейнеров, есть это сама три. И, ну, в зависимости от того, как договаривается по СНИПу, положено вывозить один раз в день, да. Поэтому и отсюда считается, сколько количества необходимо контейнеров площадок. Тут ремарочка, да. Все-таки де-факто это имущество населения. А, де-факто, де-факто. Потому что ситуацию представим, управляющая компания, ну, расторгли с ней договор, скажем, жильцы, и она переходит. Она же не будет там, отдавай сюда мой горшок. Поэтому сегодня и принято законодатель, что для того, чтобы вот не происходила такая ситуация, что сегодня одна управляющая компания, завтра другая управляющая компания, сегодня есть нормативно-правовый акт, который проходит определенное согласование и уже почти на выходе, что контейнерные площадки должны все-таки находиться у регионального оператора. То есть по законодательству, еще раз прошу прощения за то, что я повторяюсь, да, что у нас идет от сбора, а сбор это у нас контейнерные площадки, до утилизации. Поэтому это единый комплекс, единый цикл. Сегодня у нас регулировалось только захоронение. Вот это вот все не регулировалось. Поэтому, да, поэтому это вот общим собранием жильцов собиралось, они утверждали определенный тариф, заключали, управляющая компания заключала с транспортировщиками на вывоз, и туда добавлялся тариф на свалку. Все, вот была такая. Сегодня кардинально меняется. Система меняется в части того, что было с квадратного метра, будет с человека. Ну, мы с вами помним все, что, как вы правильно говорите, все, что старое, это, ну, все, что новое, это забытое старое. Если вспомнить пять лет назад, то, ну, да, может быть, четыре, у нас раньше все платили с человека. Поэтому, ну, наверное, все-таки правильнее будет, что нужно платить с человека, все-таки не квадраты же мусорят, да, а мусорит человек. Я помню, сколько вопли возникало у определенных собственников, когда переходили на квадраты, да, да, вот, там у нас бабушка одна прописана, как будет заставить ее, скажем так, с 45 квадратов платить, если она там одна проживает и так далее. Сейчас же ситуация, она с точностью до наоборот, да, то есть, видимо, дело просто привычки. То есть, скажем так, ну, управляющие компании же до этого тоже выполняли определенные функции оператора, да, то есть они привыкли вот рассчитываться по квадратам. Ну, и, наверное, удобнее им было бы сохранить, вот, текущие, а не менять опять, прошло четыре года, да, опять переходим на подушевой принцип. Можно ли оставить, хотя бы, как возможно, переходную какую-то меру, да, по квадратный все-таки принцип? Ну, законодатель нам дает это право, на сегодняшний день республика должна принять, будем мы с квадратного метра или с человека, но здесь возникает вопрос, на самом деле, ведь, еще раз, мусорят не квадраты, мусорят люди, и все зависит от того, а почему, когда я живу в большой квартире, должна платить за своих соседей, которые живут в маленькой, ну, при этом я живу одна, а соседи живут в маленькой квартире, ну, их живет 10 человек, и они платят меньше меня, чем плачу я, да, ну, утрировано. Ну, за роскошь-то проживание в 50 квадратах одному надо переплачивать. Поэтому, естественно, сегодня этот вопрос прорабатывается, и вот на сегодняшний день сказать, как мы будем утверждать тарифы, будем ли принимать решения, ну, я думаю, что мы сделаем всю аналитику и сделаем сравнение такого метода и такого метода, и все-таки примем правильное решение с точки зрения для населения. То есть, Госконцентреспублики клятвенно обещает то, что интересы населения ущемлены не будут. Ну, не в смысле финансового, а интересы как таковые. Да, конечно. Мы на то и поставлены, чтобы блюсти интересы как населения, как бюджета, так и предприятия. То есть, у нас некие весы. Просто у большей части населения, ну, не то, что все республики, у нашего города, по крайней мере, поскольку я тут проживаю, сталкиваюсь с горожанами, да, и на иные моменты включается очень остро, резко чувство социальной справедливости, да, которое, ну, не знаю, иногда бывает, скажем так, к месту и вовремя, и иногда, ну, скажем, не совсем к месту и не совсем вовремя. Я к тому, что сколько людей живет, столько будет мнений, на самом деле. Да, конечно, конечно. Здесь регулирующему, скажем так, учреждению, ВАН, да, придется очень тонко взвесить все за и против интересы республики и каждого из нас, чтобы в конце концов получить... Именно правильное решение. Тот самый тариф, который, основываясь на которых, и все региональные операторы будут осуществлять свою деятельность. И, в принципе, ну, за вот эти выступления у меня накопились достаточное количество вопросов и к представителям Минжекэха, и к представителям Роспервотнадзора, и к региональному оператору, и без пяти минут региональному оператору, который на огромной территории Арктии будет осуществлять, и к представителям Госкомцент, которые я, ну, озвучу и ответы попрошу. Можно дать очень кратко, в четвертой, в самой короткой части нашей программы. Увидимся сразу после рекламной паузы. Мы завершаем программу, завершающую, вернее, блок нашей программы сегодняшней, которую мы посвятили новой системе обращения с коммунальными отходами. С 1 января это будет уже тарифицироваться как коммунальная услуга. Сейчас, на текущий момент, это из разряда жилищные услуги. И к сегодняшним моим гостям у меня вот как у горожанина, как у обывателя накопилось достаточное количество вопросов. Ну, скажем так, попрошу ответов, ну, не так, чтобы да, нет, да, а, Виктор Дмитриевич, как представитель органов государственной власти, да, могут ли регионы все-таки сделать какую-то совокупную позицию в плане того, чтобы, ну, в третий раз. Я понимаю, что третий отсрочек, вы сказали, третий отсрочек не будет, да, но может ли найтись какая-то лазейка, какой-то механизм того, что это будет отложено на месяц, на два, хотя бы? Ну, на месяц, на два точно не будет. Если рассматривать, то отложить где-то на год, на два, да, как минимум. Но позиция федеральных органов государственной власти, она твердая. Они говорят, что этот с 1 января нужно внедрять на всей территории Российской Федерации. И ответственность за исполнение данного нововведения в нашей российской действительности лежит на региональных властях. Не на муниципалитетах, не на органах местной власти. Да, полномочия по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, это полномочия субъектов Российской Федерации. То есть, за исполнение этого закона несут ответственность органы исполнительной власти республики, то есть Министерство ЖКХ. Аяна, все-таки вот у нас муниципалитет запустил информационный ролик, в котором горожан просят быть, ознакомиться, вернее, с новыми правилами обращения с коммунальными отходами. В части информирования населения, что бы вы еще добавили, на какой момент вы бы усилили внимание, ну как практикующий, скажем так, как бывший работник органов государственной власти? Давайте вот так. Да, действительно, вот по городскому округу, город Якуцк, мы ведем очень активную работу, да, у нас ежедневные встречи производятся в округах, ну, с разъяснением. Мы сейчас отрабатываем с крупными образователями, да, в том числе с управляющими компаниями, а также с населением. Еще мы делали еженедельные выезды в районные центры, это Техангаласские, Намские и Горные районы. И как было уже сказано, да, мы в части пропаганды вот только-только начинаем работу, да, а так планомерно это будет все сделано. Планомерно будет сделано. Но времени-то остается, согласитесь, остается все меньше и меньше, да? Я так думаю, что каждый час буквально, если расценивать насчет информирования, услышал сам, передай другому и так далее, каждый час будет на счету. Марина Владимировна, все-таки вы говорите, что подушевой метод, который будет применять, использовать, вернее, Госкомцен, он более предпочтителен в плане, ну, просто тут же есть куча вопросов. Есть резиновые квартиры, да, есть квартиры в наем, есть, человек проживает не по месту прописки. Больше того скажу, у некоторых наших граждан по 3-4 квартиры, да, он же не будет прописку размазывать, там, я прописан, четверть моя прописана здесь, четверть там, четверть там, четверть там, четверть там. Может, все-таки по квадратной? Ну, еще раз, вопросы очень интересные. На самом деле мы рассматривали такое... Кто будет определять количество проживающих? Вот представьте сами, если досудя... Региональный оператор, как все коммунальные услуги. Опа, а пока сидит, вот, контактирует с жильцами, так называемые консьержи, да, мнение которых, когда, если дело дойдет до суда, будет глубоко на всех начхать. И судьям, и ответчикам, и сам, всем абсолютно. То есть консьерж будет говорить, да, в этой квартире там проживало 7 человек, плюс собака. Ну, на сегодняшний день законодатель же по коммунальной услуге, вот давайте... Вот я вижу, они еще функцию МВД будут подменять, да, то есть участковые? Нет, не будут они функцию МВД. А как они будут определять? Ну, сегодня законодатель решил эту проблему по коммунальной услуге. У нас с одного человека есть и другие. Там, где не стоят приборы учета, например, по воде, да, по горячей или по холодной, есть норматив. И там берется с человека. Поэтому законодатель сегодня говорит так. Сначала ты выставляешь, ну, то есть идешь, проверяешь, ну, то бишь коммунальная сейчас же в основном переходит на прямые договора. Кстати, региональный оператор тоже будет работать по прямым договорам. То есть он будет заключать с каждым, это самое, не с управляющими компаниями, а с каждым жителем он будет заключать. И поэтому на сегодняшний день он выставляет этот счет. Если я как житель вижу, что у меня завышенный, я должна обратиться и сделать определенный акт на то, что у меня действительно проживает столько, сколько у меня прописано, а не столько, сколько я сдаю. Предположим, 10 человек, да, потому что это в интересах меня как жителя. Поэтому это нормативно очень просто делается. И сегодня все и управляющие компании, и коммунальные предприятия, которые идут через норматив там, где не стоят приборы учета, они этим пользуются. Поэтому региональный оператор тоже будет этим пользоваться. С другой стороны... Счетчик мусора, это очень интересно. Нет, не счетчик, это норматив. Не-не-не, я просто представил ситуацию. Ну, на сегодняшний день пока это норматив, пока это будет с человека. Поэтому здесь однозначно законодатель защитил регионального оператора, если мы говорим как коммунальную услугу. С другой стороны, конечно, если мы говорим о том, что у нас сегодня все привыкли платить с квадратного метра, но здесь еще раз повторюсь, да, то, что сегодня еще республика не решила, как будем утверждать, будем это с квадратного метра или это будет с человека, но повторюсь о том, что все-таки мусорят не квадраты, а мусорят человек. И поэтому в том-то и дело, что региональный оператор должен наладить вот эту инфраструктуру, да, то есть наладить вот эти вот платежи для того, чтобы поименно, будем так говорить, знать, вот в этом столько, в этом столько, в этом столько. Сегодня, конечно, у регионального оператора стоит большая вот такая вот проблема. Она будет, но она решится с определенным временем. Небольшая ремарка, да, о том, что в части заключения прямых договоров, да, вот буквально летом внесены изменения и обязаны уже заключать договора с управляющими компаниями. Ну, это там, где, это самое, ниже двух этажей. Ну, понятно, есть такая ремарка, что действительно вошли в законодательную базу, поменялось. Я же еще раз повторяю, что у нас законодатель по твердым коммунальным отходам раз в месяц точно меняет законодательную базу. Точно так же, как и меняется нормативная база по формированию тарифов. Поэтому здесь, естественно, мы смотрим, успеваем за этой базой, да, и самое главное, чтобы успеть утвердить те или иные тарифы, либо это будет на квадратный метр, либо это будет на человека, но предпочтительно на человека, потому что на сегодняшний день это все-таки коммунальная услуга, а не жилищная услуга. Я к тому, что, ну, насчет счетчика-то почему, но если это была жилищная услуга, скажем так, потом стала коммунальная услуга, коммунальные услуги у нас везде, скажем так, посажены на счетчик, это и вода, и электричество, ну, в большинстве, скажем, да. То есть, если пойдут прямые договора, скажем так, с оператором коммунальной услуги, да, то рискуем на икт.ру получить список должников не только водоканала и якутской энергии, да, но еще и регионального оператора. Да, это с правилами коммерческого учета, да, этот оригинальный оператор, ну, когда с управляющими работают, он выставляет либо по нормативу, либо по бачно. Ну, это, как вы сказали, счетчики будут. Счетчики. Ну, как будто бы. Как бы счетчики. Как бы счетчики. Ну, стоят пять контейнеров по 0,75 или по одному кубу, и вот считается по этим. Ну, сейчас точно такая же система и действует на самом деле. Еще, кстати, любопытная деталь, да, вот приезжает мусоровоз, стоит, скажем так, ну, емкость какая у этого? 0,75 и ездит. 0,75, да? Он ее пакует. Да. Из 0,75 получает 0,42 примерно, да? Ну, 0,5. Утрирован. Почти полтора раза сжимает вот это. Ну, да. А вот эту разность, как будем считать? Да, это все при регулировании. Мы при регулировании это учитываем. Когда мы считаем транспортные затраты, естественно, мы считаем с учетом уплотнения. Есть так называемый коэффициент уплотнения. У нас в регионе, как мы уже говорили, есть такая особенность, что они превращаются в те же сухой мусор, когда мы с вами выкидываем, есть же, замерзают продукты, да, ну, например, овощи, да, ну, не все остатки съели. Они замерзают. Естественно, коэффициент уплотнения, он меняется в зависимости от сезонности. Летом это, естественно, может быть 4, 5, 6, да, ну, есть машины, которые уплотняют до 6, а зимой, естественно, это может быть один. Мы считаем в среднем погоду, потому что мы же не можем утвердить тариф на лето, вот у тебя будет такой тариф, зимой у тебя будет такой тариф, потому что законодатель говорит, что мы должны утвердить на год тариф. Поэтому мы это учитываем и мы считаем средний коэффициент уплотнения для транспортировки. Естественно, когда приходит это на полигон, то, естественно, они смотрят, вот сколько машинка привезла, то есть 22 куба привезла, значит, они считают 22. Но мы, именно когда считаем транспортные затраты, мы считаем уже с коэффициентом уплотнения. Хорошо, и в принципе, наверное, тут прозвучало мнение и со стороны Росприроднодзора, и мое личное мнение такое, что пришло время, вот мы говорим экология, экология, да, мы говорим, экология начинает с каждого двора, частного, многоквартирного и так далее. Реально пришло время сделать что-то для экологии, чтобы не получить вот эту дымящую-чадящую свалку, да, чтобы вид наших поселений был, по крайней мере, соответствовал требованиям, которые предъявляются к современным поселениям человеческим. Я думаю, что прежде всего должен поменяться сам человек, его отношение к мусору, вот не то, что вот порвал пакетик, выкинул, да, пусть кто-то за меня уберет, а то, что я должен платить за то, чтобы произведенный мной мусор взяли кто-то и утилизировал, да, изменить отношения. Увидимся в следующих программах, где мы рассмотрим другие аспекты работы с мусором. Продолжение следует...